Так, вот теперь видно? Или тоже нет? Вот теперь видно. Так, делаем, значит, значит, делаем большой экран. Так, Костин Юрьевич, вы меня слышите? Да-да. Значит, хорошо. Так, и, значит, ну вот мы остановились, наверное, в прошлый раз вот на этом. Ну, здесь можно повторить саму задачу. Вот. У меня изображение ничем не загорожено. Все видно целиком? Вверх и низ виден? Все видно. Хорошо. Ну, давайте мы, как всегда, вот подождем минуты две значит, у нас такие планы. Значит, ну вот наш курс сегодня заканчивается, потому что в следующий понедельник я в командировке, а через понедельник уже майские праздники. И вот у нас значит, вот у меня сейчас календарика нет, экран занят. У нас около 15-го числа какой будет понедельник? Какой день понедельник? Вроде бы как раз 15-е. 15-е. Значит, 15-е понедельник. Значит, я как-то угадал. Так вот тогда мы давайте так говорим, что 15-го 15-го мая в обычное наше время 16-45. Ну вот точно так же, как мы сегодня. Значит, мы подключаемся для того, чтобы получить свою оценку там полугодовую, годовую. Вот такие у нас будут планы. Ну хорошо. Что у нас со временем? Ну вот, наверное, через... Сейчас вот начнем. Вот. Здесь, Костин Юрьевич, нужно напомнить, наверное, ну так сказать, все эти обозначения, что нарисовано, что дано, что ищется. Ну так как идею. Идею уже. Ну вспомним, что было в прошлый раз. Было определение вложения одного дерева в другое. события дупликации потери. Ну и задачу, которую мы рассматриваем. в этой задаче даны деревья P и S и множество листьев неизвестного еще дерева G. Ну и требуется так построить дерево... M, 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 P0 это множество листьев у P, S0 множество листьев у S, а множество листьев у G, ну когда оно будет деревом, то тоже по аналогии G0 множество листьев. Но мы еще пока не имеем самого дерева G, поэтому пока множество его листьев обозначаем просто как некоторое M. и даны отображения из P0 в M и из M в S0. И нужно так построить дерево G с этим множеством листьев M, чтобы продолжение этих отображений, которое дает нам вложение, которое мы прошлый раз определяли, из P в G будет одно вложение тогда, и из G в S второе будет вложение. Здесь они обозначены S1 и вот одно вложение, вот второе вложение, а G у нас будет переменным. G это как X неизвестная задача. X квадрат плюс X плюс 1 равно 0. Вот как в уравнении есть же X. Вот здесь если угодно задача на минимум, ну это тоже своего рода уравнение с неизвестным где с неизвестным X. Вот G это и есть неизвестный X. Можно его X было обозначить. У нас оно G. А множество листьев у него заранее дано. Так что, кстати, фиксировано множество, так сказать, фиксирован размер этого G заданной множеством листьев. Но какая там топология уже, это совершенно неизвестно. и так надо построить, чтобы сумма цена этих вложений S1' S2' была минимальна. Но цена вложения, мы помним, что это сумма цен событий, которые имеют место, то есть дупликации и пакет. Еще одно там событие было естественное ветвение, у него цена 0, так что оно в сумму не входит. Вот эти события, они еще полезно иметь в виду, где происходят. От вложения S1' события где, ну так сказать, они как бы в G показываются, в виде внутреннего дерева P в G, а события в S показываются в виде внутреннего дерева в S от G, то есть так сказать, P изображается в G как внутреннее дерево и дает события, а G изображается в S как внутреннее дерево и дает события, ну там события мы рассказывали. Дальше, да? Можно на следующий слайд перейти. Вот, значит, известно, что эта задача, она NP трудная, ну стало быть, нет полиномиального точного алгоритма, который ее, ну скорее всего нет, который бы ее решал. А вот что такое NP трудное? У нас как-то спрашивали, вот можно это пояснить? Действительно, это, конечно, серьезный вопрос. Ну, во-первых, что такое класс NP, тогда нужно пояснить. класс NP это класс задач, для которых в том случае, когда существует решение, и если предъявить это решение, то всегда можно за полиномиальное время проверить, что это действительно решение. Но в частности вот эта задача естественно принадлежит NP, потому что если уж дано решение, то любой проверит, что это решение не будет решением. А если у нас дано нечто, но оно не будет решением, то тогда что? Что значит, что нельзя проверить? То есть просто что-то не кончает работу некоторое устройство, или некоторая функция не определена? Имеется в виду, что проверить можно за полиномиальное время, конечно, перебором всегда можно проверить, но это будет экспоненциальное время. То есть есть определение, которое переводит. Ну, не знаю, что сказать. Ну, Вот, NP, класс NP, это класс задач распознавания, то есть ответы на задачи должны быть типа да и нет. Поэтому здесь какая имеется на самом деле ввиду задача распознавания? Ну, если дано вложение, то задача распознавания имеется такая, существует ли дерево G с ценой не выше данного K какого-то. совсем какой-то внезапно родилось K и вдруг она у нас была совершенно четкая задача найти минимум по G функционала сумма событий. Да, вот так оказалось, что это задача оптимизации, как говорится, но не задача распознавания. Ну, хорошо, конечно, минимум найти это оптимизация, тривиально. Это не та задача, на которую ответ да или нет. Ну, это какой-то, ну, не та, мало ли да. А класс NP должен состоять из задач именно тех. Это какое-то постороннее. Вот нам надо решить ту задачу. А с чего там состоит какой-то класс, это нас не касается. Ну, состоит с чего-то там. Причем в этой задаче нет никакого класса. Ну, вот, значит, NP трудна означает, что любую задачу из класса NP можно к ней свести. То есть, что это значит? Значит, что если... Да нет, погодите. Что-то это совершенно... Вот, значит, задача ищется минимум не среди всех деревьев с множеством листьев М, а среди только таких деревьев, у которых клады из-за ранее фиксированного набора B. Это вот сужение области пробегания X. Ну, вот, можно решать уравнение, когда X это любое число, а можно решать уравнение, когда X от нуля до единицы, например. Так вот, мы требуем, мы хотим сузить возможное пробегание X, то есть, возможно, множество ответов, а именно мы берем только деревья G, у которых клада, а что такое клада? Это множество листьев меньше какой-то вершины. Значит, все клады, это значит для всех вершин взять множество листьев меньше данной вершины. Это будет множество множества. Так вот, каждая клада, то есть, все, что меньше какой-то одной вершины, все листья меньше какой-то одной вершины, это будет Любая класса должна быть из множества B, а B фиксированная является параметром, или иногда говорят главным параметром нашей задачи. Я правильно рассказываю? Да, мы действительно сузили постановку задачи, теперь она уже перестала быть НП-трудной. Конечно же, теперь появились новые данные в задаче. Теперь еще и набор B тоже считается данным. И, конечно же, размер данных тоже, соответственно, увеличился. Так что набор B… Ну, как-то неверно сказать, что она перестала быть НП-трудной. Если, например, возьмем B, это множество всех подмножеств в M, то тогда у нас вот это ограничение, которое формально наложено, оно по существу не действует, поскольку какое вы же они взяли, у него клады будут каким-то множеством из M. Поэтому она не перестала быть НП-трудной для любого B, да? Если взять B все подмножества, то этот набор будет занимать полиномиальное место, ну, как бы память. То есть длина входа сама по себе уже станет экспоненциальной, и поэтому решение, время решения уже, так сказать, то, что оно будет экспоненциальным, но от длины входа оно как бы будет полиномиальным. То есть можно, конечно, говорить, что в таком случае, в принципе, она уже перестала быть НП-трудной, но это будет некий трюк такой. А вы вход включаете B? Да, конечно. А в чем B включает? У нас, ой, Ксен Юрьевич, что-то у нас сегодня прямо какой-то капут. У нас совершенно четко было сказано, что множеством, что данными являются дерево P и дерево S. И отображение S1 и отображение S2. А B параметр, параметр, это слово параметр. Вот, если вы решаете уравнение Х2 плюс АХ плюс 1 равно 0, то А – это не переменная, это параметр. То есть B – оно не меняется. B – это фиксированный параметр. Его не нужно выписывать. B вообще одно и то же. B фиксировали, а P и G – S1 и S2. Меняем. Значит, аргументами, переменными здесь являются P, S, S1 и S2. Правильно? Если B фиксировано, то, конечно, можно менять до P и S. Ну, хорошо. Короче говоря, она не обязательно перестает быть NP-трудной от входа. А входом является P, G, S1 и S2, да? Да, она становится, ну, можно сказать, что она становится полиномиальной от P, S, S1 и S2 и от B. И от размера B. Так, наверное, точнее сказать. Нет. Хорошо. Это не будет точнее. Ну, хорошо. B – это параметр. B фиксируется. И, ну, хорошо, да, да. Ну, может быть, в каком-то смысле, да, B надо в каком-то смысле записать, да. Я понимаю вашу мысль, да, B, да. B надо записать в каком-то смысле, да. То есть B тоже, кто же, как бы, если вот программист работает, у него же должно быть B как-то задано. Значит, от чего считать сложность задачи? От размера чего? Включатель в размер, сам размер B. Ну, это, конечно, да. Тогда она будет всегда полиномиальной, да? Да, если размер B считать, то будет полиномиальной. Ну, да. А от B мы требуем, чтобы оно имело вот такое естественное свойство, чтобы, по крайней мере, B состояло из непустых подножеств. Потому что любая клада не пустая. Меньше некоторой вершины дерева всегда хоть кто-то есть. Например, она сама, если она лист. А кроме того, чтобы все M включалось, B в B входило, и одноэлементные входили. Ну, и вот такое самое нетривиальное свойство, вот, чтобы каждый элемент из B разбивался. Что же он сейчас разбивался? На две непересекающиеся части. И эти части тоже были бы из B. Ну, например, отрезок. Если взять, ну, я не знаю, взять все отрезки с рациональными концами, то каждый такой отрезок разбивается на два отрезка, на две непересекающиеся части, и два отрезка тоже с рациональными концами. Правильно? Так что, ну, вот такое требование еще должно быть, да? Ну, это, да, тут, естественно, и такие требования, потому что B – это набор возможных клад в дереве G. Ну, да. G, да. Если возьмете любой лист, извините, пожалуйста, Казани Ильич, если возьмете любую вершину внутреннюю, ну, любую вообще вершину в дереве, и возьмете множество всех листьев ниже этой вершины, почему оно обязательно разбивается на непересекающиеся части? Потому что у этой вершины есть два сына, ну, или две дочери. А если мы возьмем множество листьев ниже этих дочерей, то это и будет разбиение на непересекающиеся части. Вот той исходной клады. То есть каждая клада разбивается на, как бы, на две клады, да? Да, но мы не хотим все клады включать в B, да? А то было бы такое свойство. Или хотим все клады включать в B? Все множество не хотим включать в B. А все клады включить? Все клады из дерева P, из дерева S, да, хотим, конечно, включить. А это мы и будем, как бы, расширять тогда? Да, это мы включим. Ну и, конечно же, само M, естественно, должно быть кладой тоже. Естественно, что оно должно входить в B. Любое одноэлементное тоже же клада обязательно, так что и оно входит в B. Ну и вот для любого набора там нетрудно его дополнить. Ну, там, если какой-то не разбивается на две части, его можно там, эти части там дополнить, ну, пополнить их, положить их в B. Ну, обеспечив, чтобы оно там разбивалось. Ну, при этом уже B немножко увеличится, конечно, по мощности, но не очень сильно. То есть, в чем тут загвоздка? Казалось бы, мы хотим взять в качестве B все клады в будущем P. Но мы не знаем ведь будущее P, да? Ж, будущее G. Ж, да, да, Ж, я оговорился. Мы же не знаем будущее G, потому мы не знаем и, вот, мы не знаем будущее G. И потому мы не знаем, какие будут клады, да, у этого будущего G. А если бы мы как-то так бы вот знали все клады в G, ну, тогда, на самом деле, мы знали бы и саму G, то мы бы взяли в качестве B просто все клады в G, правильно? Да. Понятно. Ну, и вот мы, значит, придумали такой алгоритм, который выдает точный результат за кубическое время. Но в каком смысле точный? В смысле, в том смысле, что дерево G будет иметь минимальную цену, но не среди всех вообще деревьев G, а только среди тех деревьев, клады которых, любая клада которых принадлежит B. Ну, вот мы здесь, да, мы здесь, значит, начинаем говорить, как нам получше бы этот набор B составить. Ну, во-первых, нужно, как я уже разговаривал, положить в него все, значит, одноэлементные множества, само M, все клады из P, ну, и прообразы всех клад в S, то есть самое естественное, что могло бы быть кладами в G. Ну, это, конечно, мало, потому что, ну, все-таки показал наш алгоритм, что для такого B он выдает, ну, часто не самое лучшее множество G. И поэтому мы этот набор B стандартный, который самый естественный, мы его еще и расширяем. Для расширения мы должны построить, прежде всего, вложение P сразу в S, без всякого промежуточного G. Вот у нас есть дерево P и дерево S. Вот мы сразу же P вкладываем в S, пользуясь, что на листьях у нас можно взять композицию. Сначала взять S1, потом S2, и получится отображение листьев P в листьев S, ну, и, стало быть, вложение тоже можно сюда построить. Нет, а правильно сказать, что можно, конечно, взять композицию S1, S2 и продолжить, а можно взять сразу композицию S1 и S2. А, мы же не знаем G, так сказать, так что мы не можем, композицию вот этих мы не можем взять, да? Да. Мы их не знаем, потому что G не знаем. А вот композицию S1 и S2 можем взять, это будет отображение P0 в S0, и продолжить его до вложения P в S. Вот, Ксен Юрьевич, объяснил. Ну, хорошо, есть такое, значит, вложение P в S. Вот, ну, и теперь мы смотрим для каждой трубы. Мы берем какую-то трубу T, это V, и смотрим, какие же ребра из нее выходят. Ну, или выходит ребро, если там верхний конец где-то выше или в конце трубы T, а нижний конец уже строго ниже конца T. Ну, значит, ребро, это E проходит через нижний конец трубы T. Это, кстати, сказать, вот точное определение вот это, E проходит через нижний конец, да? Да, так вполне тоже. Надо было, на самом деле, так и писать, вместо таких более мудреных выражений. Ну, вот перед этим мудрено, а E проходит через конец, и A входит, это E проходит через T+. Да? Написано через T-, ну, значит... Нет, я говорю, это выходит, а E входит, это значит, что E проходит через T+, правильно? Да, да, входит через T+, но пока входит нам тут не понадобится. Не надо, ну, да, да. Ну, просто так проще было бы определить эти понятия, ну, да. Ну, конечно. Ну, взяли. Все, кто множество для каждой трубы, возьмем все T из нее выходящие. Ну, каждое выходящее ребро имеет свою кладу, конечно, какую-то, которая уже в стандартный набор включена. Но еще не включены всевозможные объединения вот этих вот клад. Ну, так вот, мы и берем, значит, разные объединения этих клад, выходящих в ребер из T. Это могут быть объединения двух клад, трех клад, если там вдруг три ребра, например, выходят. Ну, обычно, конечно, выходит из одной трубы не так уж много ребер. Например, если уложение изоморфное, то вообще, так сказать, выходит всего одно ребро и ничего не добавляется. Но когда оно все-таки имеет события какие-то нетривиальные, а обычно так бывает, из трубы выходит несколько ребер, и поэтому наш набор пополняется. И вот, как ни странно, оказалось, что при таком пополнении алгоритм, как правило, дает дерево G, близкое уже к оптимальному. Даже, безусловно, оптимальному. Дальше, да? Ну, давайте, да, давайте, значит, еще немножко посмотрим. Да, да, все дальше. Ну, вот пример. Например, вот оно, дерево P, вот дерево S. Ну, и M – это тоже просто множество тех букв, которые тут встречаются. Ну, тут встречаются одни и те же, видно, буквы и в P в листьях, и в S. Ну, и тогда S1 и S2, в принципе, такие тривиальные. Каждый лист просто в одноименный переводится. Ну, цены вот даны. Явная потеря 2, неявная 1, дупликация 3. Ну, хорошо, что же там дальше? Да. Вот, значит, так мы хотели строить сразу вложение P, V, S. Вот на рисунке тут оно изображено. Мы видим, что тут действительно в корневой трубе даже 3 дупликации произошло. А на развилке корневой трубы есть 2 вершины. И еще, кроме них, еще и 2 ребра просто проходят через эту развилку, сворачивая в одну сторону. То есть тут действительно достаточно богатый материал для расширения нашего стандартного набора. Ну, кстати, стандартный набор, B' вон там перечислен. Что это такое? Ну, например, AF, откуда оно взялось? Просто в дереве P была клада AF. Или вон там, AF-C. Откуда взялось AF-C? Откуда взялось AF-C? А, вот оно, в дереве P тоже была клада AF-C, точно. Ну и также, значит, эти все клады были либо... Например, BD. Вот была клада BD. Так, дальше кто там? А, B. А, B. А вот A. Зато в дереве S она была. Вот AB здесь не было клады AB в P. Но вот у нас здесь была клада AB и прообраз, да? Да. Ну, здесь прообраз тоже тривиальный, просто те же самые имена. Поэтому можно говорить про кладу AB. Нет, нет, ну клада AB нет в P. А нам по правилу нужно взять клады в AB. Нет, по правилу не обязательно клады в P, а прообразы... В P. Да, ага. Прообразы клад в S, да. Ну, прообраз клады в S... Прообраз клады AB это тоже множество AB. Ну да, прообраз клады AB где прообраз? В P, да? Да. Это будет AB. Это не клада P, это просто множество, тоже множество AB. Это не клада, но прообраз клады в S. Да. Ну, последнее ABC посмотрим. ABC. Ну, нет, внизу надо, назад, назад. Сейчас. Нет, назад. Ага. А, B, C. Ну, вот тут ABC нет в клады в P, но здесь есть клада ABC, но ее прообраз это будет в P прообраз. Прообраз всегда бывает в ком-то. Нельзя сказать просто прообраз, там, неизвестно где. Прообраз бывает где-то, но в данном случае в P. Прообраз ABC – это будет не клада, но множество, состоящее из ABC. Ну и так далее. Короче говоря, вот возьмет такое множество по этому правилу. И оно даже уже сразу удовлетворяет тому условие, да? Да, ну, здесь действительно, конечно, пример простой, но удовлетворяет. Ну и дальше мы, да. А ниже что? Набор что? Расширяем этот набор стандартный. Еще расширяем. Как мы расширяем? Ну, вот смотрим, например, что мы добавляем. Вот видно, что мы добавляем ABFD первое. Нет, ABFD. Это нужно уже всегда смотреть на это вложение. Да, ABFD. Ну и каково правило для дальнейшего расширения? Значит, мы видим, что есть клады AF в красном дереве и клады BD в красном дереве. AF есть, вот он. И BD. Вот она, BD клада. Значит, это ниже кого они находятся? Ниже вершин, которые стоят в основном. Вот она, вот AF вершина. Вершина, а ниже нее какие листья? Ну, мы можем на P смотреть, как внутри S. Это просто способ показывать P, как мы уже говорили в прошлый раз. Значит, мы можем вот... Вот у этой вершины клада состоит из кого? Из A и F. А вот у этой вершины, или у кого-то? Мой вершины, да. Клада состоит из B, I, I и D. Ну, значит... Поскольку они обе находятся в развилке, то есть выходят из трубы, из корневой трубы, мы можем взять их объединение. Так какое правило-то? Вот мы сейчас добавляем по какому правилу? Берем объединение клад, которые стоят в развилке. Объединение клад, которые стоят в развилке. Ну, которые, значит, которые соответствуют именно... Именно там же было понятие выходящая труба, а тут... Они выходящие трубы? Вот, а тут все... И A, и F, все они выходящие, да. Они все проходят через вот T-минус. Ну, вот это вот мы обычно обозначали. Все они проходят через T-минус. Точнее, они начинаются в T-минус, да? Да. Начинаются в T-минус, а зависит от того, что проходят. Ну, хорошо. Ну, дальше что там, A, F, E, например. Ну, да. Ну, вот такое расширение, да? A, F, мы уже знаем, это клада. А ребро E просто проходит через эту самую T-минус. Поэтому берем, добавляем к A, F, еще и ребро E. Ну, вот и так далее мы берем эти объединения. Вот мы набрали тут их, не так уж много набрали. Ну, там еще другая развилка добавляет немножко. Ну, и вот получили расширенное множество уже. B тоже можно, конечно, его B обозначать. Оно тоже удовлетворяет нашему условию звездочка. Так, как обозначать? У нас было множество B-штрих. Оно удовлетворила звездочка. А теперь вот после этого расширения получилось B. Ну, B это не B-штрих. Да, значит, B-штрих был стандартный набор. А после этого... А после этого получилось действительно наше B, которого мы применяем алгоритм. Точно. Оно удовлетворяет условия звездочка. Значит, нет, да. Ну, хорошо, дальше, да? Дальше. Теперь, чтобы описать алгоритм, нам нужно обобщить понятие цены дерева. У нас была цена дерева G. Поделялась как сумма цен вложений. P в G и G в S. Но теперь, чтобы его строить дерево G, надо эту цену определить не только для G, но и для более маленьких деревьев, которые содержат не все листья. То есть вот это, интуитивно говоря, вот это маленькое дерево T, да? Да, это. Оно будет, так сказать, под деревом G, да? В будущем. Да, да, будет. Да? Да. T под дерево вот этого будущего G, которое будет вот здесь. Ну, и, соответственно, раз оно под дерево, то оно опирается. Ну, и так говорят, опирается. То есть множество листьев у этого T. Это будет не все M, не все листья будущего G, а только вот части. Вот в данном случае B, C, D, E только. Да, ну вот для такого дерева, которое опирается на часть M, да? Да, да. Вот мы определяем цену, да? Да, цену. Значит, смотрим, как же можно определить цену. Раньше была цена двух ложей. Ну, теперь мы не можем же вложить большое P в маленькое T. Конечно, не можем. Поэтому можем, зато можем вложить какие-то под деревья из P в это маленькое T. Какие же под деревья мы можем туда вложить? Ну, те, очевидно, у которых клада содержится в кладе дерево T. Ну, и причем, конечно, сразу мы хотим вложить наибольшие из таких под деревьях. Клада T, клада всего T, это что такое? Это B, C, D, E. D, E, да. Теперь смотрим на P, какие же под деревья содержат, так как клады каких под деревьев содержатся в этой самой B, C, D, E. Содержатся. То есть клады каких под деревьях это является частью B, C, D, E, множество, да? Да, да, смотрим, смотрим. Ну, и каких же под деревья? Давайте перечислим. А, F, например. Явно видно под дерево E, B, D. Да нет, куда? Так, уехала. Ну, я не виноват. А бывает. Вот сюда, да. Вот там. Вот А, F, да? А, F не содержится здесь. А, F не содержится в этом. А кто же содержится? Какие клады содержатся? Вот видна EBD клада. Б, D клада содержится. Да, вот в этом множестве. Э, D содержится, да. Но еще большие клады содержатся. Но содержится и E, B, D содержится, да? Да. Вот она клада. Вот она здесь начинается. Вот E, B, D. Она содержится вот в этом множестве. А большие уже не содержатся. Потому что если мы еще повыше пойдем в вершину, то уже клада будет сразу вот это все ухватит. Правильно? Да, да. А этого нету тут. Значит, вот максимальная клада, которая содержится вот в этом множестве. Ну, как-то его можно обозначить. Там было M. Это множество M0. Которая содержится вот в этом M0. Т опирается на M0. Значит, максимальная клада – это вот EBD. Да? Раз. А еще есть? Ну, вот есть еще одна. Видно, такая маленькая очень клада. Ну, какая одноэлементная. Это одно C. Да. Одно C. Мы не можем уже вверх подняться. Потому что если поднимемся вот сюда, да, то мы захватим F, которого нету. Значит, одно C. Но вот любопытно нужно помнить, что клада, содержащая одно лист C, одно C, она обязана иметь входящее в это поддерево, дерево, в это ребро. То есть вот это вот поддерево с листом C, оно еще имеет вот это вот, да? Да, в нем это про любая, да, имеет любое поддерево. Входящее. Да. Кто любое? Любое. Ну, не только одноэлементное, любое поддерево и EBD тоже, конечно. А EBD имеет вот это ребро. Вот это, да. Вот это, поскольку оно входит в него. Да, и C. C действительно, да. Значит, у нас есть две клады. Вот EBD и C. Это максимальная, хотя C вроде как маленькая клада, но она, тем не менее, максимальная. Вот так получается. Значит, у нас имеется две максимальные клады, которые содержатся вот в этом M0. вот, и нужно взять цену вложения первого из них и цену вложения первого, первого кого? Поддеревьев. Ну, если она клада, то ей соответствует и поддерево, да? Вот мы все время говорили EBD как клада, но EBD как клада, она соответствует этому поддереву, правильно? Вот этому поддереву. Да-да. А C, мы все время говорили клада, она соответствует вот этому поддереву. Итак, мы нашли два, две клады, удовлетворяющие условию, и они порождают два поддерева, и эти два поддерева имеют некоторую цену вложения в T. И вот мы берем сумму этих двух чисел, двух цен, и это будет вот первый пункт. Вот нарисовано, значит, там эти два вложения. Ну, слева начинается вложение дерева в C. Ну, вот для C, например, возьмем, как оно вложение выглядит. Ну, просто C обязана перейти в C. Тут такие концы закрепленные, как в диффуравнениях, закрепленными краями, любят решать. Вот C, конечно, закреплено, что оно в C входит. Ну, и как любой лист переходит в лист. То есть листья закреплены, куда переходит. C переходит в лист, а куда же переходит тогда вот это вот корневое ребро, ну, корневое ребро поддерево. Нужно смотреть определение вложения, значит, корневое ребро. А вот тут надо, кстати, вот понять. Смотрите, вот мы как бы от всего P оставили только вот это ребро и C. Вот всего прочего нету. Вот оставили вот это ребро и C. Ну, C это перешло в C, это ясное дело. А C, а вот это ребро, оно стало таким, ну, корневым, настоящим корневым ребром. Потому что мы это поддерево рассматриваем и больше ничего. А всякое корневое ребро любого поддерева, в том числе и всего дерева, переходит в корневую трубу. Это был пункт определения в обложении, правильно? Да. Значит, вот это корневое ребро переходит вот в эту корневую трубу. Вот оно нарисовано. Но дальше это корневое ребро, что с ним происходит? Оно не... Оно просто проходит в C напрямую. Это какое же событие-то здесь происходит? Потеря, да? Ну, видно, да, что оно проходит с двумя потерями. То есть... То есть оно вот сюда-то, никто не идет от него. То есть... И вот сюда, в эту сторону. Вот оно идет. Вот корневое ребро. Вот оно дошло до развилки. От развилки. Ну, естественное вложение до обе стороны пойти. Яна, ты слушаешь? Яна? Да. Мы для тебя особенно рассказываем. Вот мы пошли. Пошло оно... Вот это корневое ребро. Вот это вот. Вот оно. Дошло до развилки. Вот оно развилка. Вот. УТ. И она должна пойти... Если бы это было естественное вложение, она пошла бы пойти налево и направо. А оно пошло только налево. Значит, потеря. Теперь дошло оно до следующей развилки. Вот эта развилка. Вообще-то говоря, на развилке, если бы это было естественное вложение, оно должно пойти налево и направо. А налево оно не пошло. Потому что оно в С идет. Но если бы оно налево пошло, оно бы и В включило. А В у нас нету. в этой кладе. Ну и значит у нас тут две потери. Совершенно верно. Ну а с этим поддеревом что получается? Ну вот там правее, значит, нарисовано для этого поддерева. А, правее вот нарисовано для него. Нет, нет, на среднем рисунке правее. А, на среднем. Вот, вот. Е, Б, Д, где он? Вот Е, Б и Д сюда переходят. Значит, у Е, Б, Д. Вот у Б и Д. Где вот будет наименьший предок? Вот у Б и Д. Вот он, вот я показываю. А если вот у этого предка и у Е, где будет наименьший предок? Ну там вот есть старое вложение новое наше. Вот по старому это будет та же самая вершина. Правильно? Да. Вот это. Но там был такой пунктик важный в определении, что что если у нас если у нас от одного ребра как надо проверить, значит, вот о каком ребре это речь идет, вот значит, значит, Б, Д Б, Д переходит сюда, а вот об этом ребре речь, да? Значит, тогда получается, что вот для этого ребра низ переходит сюда, а верх переходит сюда же. Но важно, что одинаковые значения на двух аргументах, но эти аргументы это начало и конец ребра. Вот вот этого ребра. Правильно, Костя? Да, да, конечно. Вот. И значит, мы тогда должны поднять второй образ выше. Вот. Поднять выше. Ну, и что у нас получается? Ну, вот подняли выше, значит, получилась дупликация, развилка в трубе. Поднялась выше, а, значит, труба-то, вот это, вот это вот краневое ребро пошло вот в корневую трубу и, значит, чтобы попасть вот в это, вот в эту, вот в эту вершину, которая сама в корневой трубе, сама в корневой трубе, нужно сделать развилку. Ну, а почему? А вот это вот ребро, ну, да, не может прийти прямо в него, а второй части не пускать. Почему здесь должна быть дупликация? Потому что нужно прийти вот сюда, вот в эту вершину, как наименьше общий для ЕБД. Так. Ну, я вот хочу специально, ну, да. Ну, да. А еще нужно в Е пойти, да, как-то. Ну, нарисовать можно было бы вот так, вот этот отрезок оставить и вот этот провести вот сюда в Е. Ну, тогда просто вот бы у нас что было, вот это была бы дупликация, да? Дупликация в любом случае была бы, да. Нет, не в любом случае была бы. Если мы вот так, чем плохо? Вот из этой точки, вот которую мышка показывает, одна сторона пойдет сюда, а вторая сторона развилки пойдет в Е. Так и нарисовано просто это изглоп. А вот в эту вершину входит корневое ребро само. Вот это, то есть вот это корневое ребро входит. Ну, следовательно, это и есть вот этот самый рисунок. То можно было бы сделать здесь такой угол, да, вот в этой вершине. Да, просто здесь углом показывают. А здесь как бы указано, как будто бы есть еще одна вершина. Это излом. На самом деле этой второй вершины нет. Вот надо бы когда-нибудь с помощью Яны перерисуем. На самом деле надо бы как бы изобразить вот так, что вот отсюда наклонный отрезок вот сюда и вот отсюда наклонный отрезок, который идет в Е. Правильно? Да, но без излома это сложно изобразить. Рисовать сложно. Смысл-то не сложный, а рисовать сложно. Ну, вот это, конечно. Да, ну, хорошо. Значит, вот мы... Ну, и тогда у нас имеется, что одна дупликация у этого вложения и что еще что происходит? Больше, кажется... Ну, потери есть, конечно, еще, да. Сейчас. Вот сюда она пришла, пошла в обе стороны. А, вот она еще вот тут потери, да? Да, если посмотреть внимательно, можно... И вот тут потери. И две потери, да? Ну, там две. В одной стороне одна в другой. Вот здесь вот потери, правильно? Да, здесь вот еще потери. Вот, 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 сейчас. Вот отсюда мы идем. Вот тут вот есть потери. Вот тут вот есть потери. Раз. Сейчас. Ну, продолжайте. Продолжайте, пожалуйста, Костин Юрьевич. Ну, потери здесь, сколько я тут вижу всего? Если взять... Мы же должны взять сумму для двух вложений. Двух подделений. Значит, смотрим, сколько здесь всего потери. Ну, да где они, Костин Юрьевич? Вы от кого ждете ответа? Я вижу раз, два, три, четыре. Нет, нет, ну, смотрите, вы так... Ой, сейчас, извините, тут можно сбиться. Раз, два. Нет, ну, вы так не подсчитываете, сообщая, где? Ну, иначе ваш подсчет, мы за ним не можем следить. Ну, я шесть потерь увидел вообще. Ну, что дальше? Значит, две потери в корневой, внизу корневой трубы, две потери... Ну, вы не спеша. Две потери вот в конце, внизу корневой трубы, да? Да. Где здесь две потери? Вот эта сторона сюда не пошла. Раз. Вот эта, да? Вот здесь потеря. Вторая потеря где? Вот тут пошло в обе стороны. Вторая у С была, когда С вкладывали. Ну, там все. Ну, нужно все, все, все подсчитать. Значит, подсчитываем цену с вложения вот этого вот, ЕБД. ЕБД, значит, одна потеря в корневой трубе. Одна, да, вот она, так, дальше. Одна здесь? Вот одна вот здесь вот, вот так, это два. И одна? И две здесь я вижу. Вот здесь вот, это не пошла сюда. И это не пошла сюда. Здесь две. Значит, всего четыре, да? Да. Четыре, да? Ну, хорошо. Четыре, да, одинаково засчитали. Хорошо. Ну и дальше? Ну, вот было четыре, четыре здесь. Ну, тогда С, С, да. Ну, сложить мы сложно, да. Ну, отсюда вот и получилось. Плюс цена дупликации. Значит, вот первая часть цены в дерево Т у нас, значит, 15 получилось. Теперь, да. Теперь начинаем про вторую часть цены. Дерево Т говорит. Вторая часть, значит, мы знаем, что это должно быть вложение Т в С. Но Т маленькое, а нам нужно вкладывать не обязательно в корневую трубу такое маленькое дерево, но и в, может быть, какую-то трубу и по низу. Поэтому вот сверху у нас написано, что цена дерева Т над множеством относительно трубы Т. То есть это не просто цена, цену мы определяем дерево Т, но еще и относительно какой-то трубы Т из С. А вот первая компонента цены, вот сейчас мы о ней говорили, она от трубы Т вообще не зависит. Значит, зависит вторая компонента. Это цена вложения Т большого вот в то поддерево, которое начинается с трубы Т маленькая. На рисунке Т маленькая, это корневая. Вот это, да? А, это труба. Это корневая труба. И вот изображено на рисунке, значит, вложение нашего дерева Т вот в это самое, ну, как все С здесь. Вот это вот, теперь уже мы называем здесь не трубы, а ребра. Значит, вот это вот ребро. Вот оно идет. Потом вот это вот идет с развилкой. Это где идет вот это. И развилка на Б и С, а А как бы нету, да? Да. А сюда идет развилка у Т на Д и Е, то есть Ф как бы нету, да? Да. То есть у нас тогда получается, ну, тут естественное вложение, а здесь у нас что? Какие у нас события? Ну, только потери тут есть. Потери какие? Вот это потери? Здесь потери, да, ребра. То есть потери считаются, ну, да, по всему, по тому поддереву, которое ниже трубы Т, да? То есть если бы мы взяли бы Т какое-нибудь низкое, ниже лежащее, то мы бы часть труб откинули, да? То, что выше бы откинули. То, что ниже бы откинули часть, вот, нет? Если бы мы взяли вот эту трубу, например, мы бы вот эти же трубы откинули. А, то, что в стороне откинули бы, да? Да. Понятно. Ну, хорошо. Ну, в общем, тут самое интересное вот что. Что когда мы сейчас вот закончим индукцию, то у нас вот это Т вырастет до всего М. Ну, клада растущего Ж будет иметь множество листьев все М. То есть все вот эти листья, и значит, как бы найдется только одно дерево. Только одно максимальное дерево, которое вложится вот в максимально возможное Т, вырастшее Т. Правильно? Да. Это будет вот все П. А здесь будет вложение в Т у нас тоже будет подниматься вверх. Здесь она будет Т, это будет все, корневая труба. А дерево у нас уже М будет все охватывать. То есть в конце у нас вот эта вот сумма первого и второго как раз у нас даст сумму вложений П в Т и Т в С, да? Ну, да, уже в Ж, значит, уже. То есть вот это будет вот, нет, ну, да, это уже будет как бы вложение для Ж будущего. Но это же еще, оно должно быть минимальным, да? То есть индукция-то от того, что это же вырастет до того, чтобы взять все М, оно не станет автоматически от этого минимальным, да? Ну, вот действительно, да, по индукции, чтобы и для маленького Т тоже эта все цена была минимальной нужна, да. Да, ну, пожалуйста. Ну, и вот, значит, по индукции мы движемся от малых множеств из Б к большим и от нижних труб из С к верхним. Значит, вот такие пары перебираем, множество А из набора Б и трубу Т из С. Но, конечно, по возрастанию А перебираются, по возрастанию мощности. Ну, для одинаковых мощностей там в любом порядке они перебираются. Ну, а когда какой-то А фиксируется, то уже для него трубы Т перебираются от листьев к корню. Ну, и вот для каждой такой пары от Т мы рассматриваем всевозможные разбиения А на два множества, чтобы они были оба из Б. И для каждого разбиения мы считаем цену этого разбиения, то есть цену, ну, вот, дерево, да. Дерево Т, которое получается, да, да, да. Дерево Т, которое получается, но оно получается тоже по индукции. Что у нас над вот этими А1, А2, да, относительно любой трубы, ну, в частности, Т, ее дочерей нам нужно, вот они, эти деревья уже известны. И тогда их можно объединить под общий корень. Ну, вот как нарисовано здесь, значит, вот, схематично показано, что дерево склады А1 таким треугольничком нарисовано здесь. Дерево склады А2. И вот они объединяются под общий корень. Там еще корневое ребро появляется. Это дерево Т, это А1, А2, вот обозначено. Ну, и вот его цена считается. Выбирается, значит, разбиение, у которого она минимальна. И вот это будет дерево А относительно Т. Ну, по индукции, если те были минимальны, с минимальной ценой, а мы перебрали все разбиения и выбрали тоже разбиение, при котором вот это дерево Т, это А1, А2, с минимальной ценой. Ну, тогда и дерево А относительно Т тоже будет иметь минимальную цену. Ну, а в конце, вот, как было сказано, что, конечно, мы будем иметь уже само Ж на 7М, относительно именно корневой трубы. Да, ну, там еще было про одноэлементные и двуэлементные множество сказано. Это мы начинаем с самых таких базисных случаев. Для одноэлементных А дерево тривиальное, это просто лист и ходящее в него корневое ребро, поэтому ничего перебирать не надо. Но и для двухэлементных множеств тоже дерево тривиальное, это просто два листа, соединенные под общий корень, ну, там и корневое ребро. Так что это тривиальные деревья, поэтому мы переходим к индукционному шагу, к индуктивному шагу о том, как же вычислять вот эту цену этого дерева Т1, А2. Ну, мы знаем, что в цене есть первое слагаемое и есть второе слагаемое. Первое – это то, которое, помним, возникало от вложения под деревьев из П, вот в наше дерево Т. Ну, я каждый раз не буду говорить 1, А2, значит, просто буду говорить Т. Ну, вот мы представляем, как делится А на А1 и А2. Значит, справа как бы фрагмент разветвления трубы склады А на две трубы складами А1 и А2 нависованных. Дальше мы… у нас дерево П – это известно, поэтому мы всегда можем понять, какие же там поддеревья будут вкладываться в это самое А. Ну, вот мы тут говорим, что как раз корневые ребра тех поддеревья, о которых мы все говорили, они входят в трубу Ж, тут она обозначена. В трубу склады А. Ну, вот там на рисунке их три входит, и мы видим, что сверху входят три ребра. Дальше мы всегда знаем также, и какие ребра входят в А1 и в трубу СА2, в склады А2. Мы видим на рисунке, что вот в А1 входят три ребра, а в А2 входят четыре ребра. Ну, и кроме того, нам также из дерева П известно еще и, какие пары этих ребер образуют естественное ветвление, то есть спариваются на развилке, на нижней развилке трубы Ж. Ну, вот здесь на рисунке их две пары, ребер спариваются, образуют естественное ветвление. Ну, и теперь думаем, как же нам отсюда подсчитать, сколько было в трубе Ж дупликации и сколько потерь. Размышляем. Если входило три ребра сверху, а в сумме в Ж1 и Ж2 входят семь ребер, три плюс четыре, значит, чтобы из трех ребер получить семь, нужно сделать четыре развилки. Каждая развилка из одного ребра делает два. Нужно сделать четыре развилки, но из них мы уже знаем, что две развилки – это естественное ветвление. Значит, оставшиеся две – это дупликации. Таким образом, число дупликаций – это, значит, сумма М1 плюс М2, сколько входят в А1 и в А2, минус сколько входило сверху в самое G, просто это М, ну и минус число естественных ветвлений. Теперь смотрим, думаем, сколько потерь на развилке произошло. Опять, мы знаем, что в сумме вошло в Ж1 и Ж2 семь ребер, но из них четыре ребра – это два умноженное на число естественных ветвлений. Из них четыре потери не составляют, потому что они входят с естественным ветвлением. Значит, из семи четыре не составляют, значит, остальные три проходят развилку с потерей, срачивают в одну сторону. И на рисунке мы видим, что действительно три ребра – одно В1 и два В2 проходят развилку с потерей. Вот мы тут и написали, что число потерь – это М1 плюс М2 минус 2К, а не 3. Но о том, как они между собой там ветвятся в Ж, ну, здесь, конечно, могут быть варианты, но всегда число дупликаций одно и то же, и число потерь будет одно и то же. Один из вариантов, как они ветвятся, вот нарисован тут на рисунке две дупликации, которые независимы друг от друга. Хорошо, Костя Ильич, спасибо. Вот вычисление второго слагаемого и рассмотрение уже примеров дальше. Вот что будет на этом, как вот работает алгоритм, значит, на трехэлементном множестве из Б, на четырехэлементном множестве из Б, ну и, наконец, на шестиэлементном множестве из Б. Ну, а у нас каждое такое множество – это подмножество М, а шестиэлементное подмножество М – это просто все М. Все М состоит из шестиэлементов. Так что, когда мы дойдем до шестиэлементного подмножества М, то оно будет одно – все М. и как раз в этот момент мы получим, вот, что здесь у нас нарисовано, вложение П в С, да? Что здесь нарисовано? Нет, П должно быть в Ж вложено. Это вот нарисовано Ж в С, да? Это П в Ж нарисовано. Вот это вот Ж. Это дерево Ж в виде труп изображено оно так. Окей, вот тут подписано С, это ошибка, тут же в Ж подписано, да? Ну, видимо, имеется в виду суперкорень, скорее всего. Дерево надо подписать… А вот это само дерево – это кто? Дерево следует подписать как Ж. Ж – это дерево Ж. А это дерево? А это из труп уже С дерево. Ну, тут еще внутри красные деревья у них нарисованы. Значит, лево черным – это Ж, красным – П. Так, то есть это вложение показано П в Ж, да? Да. А само Ж – это вот то, что черным показано. Да. А справа нарисовано? А справа черным – С, а красным – Ж. Значит, вложение Ж в С. Значит, вот тут надо только Ж сделать, да? Тут такая существенная смысловая ошибка. То есть вот это вот… Нет, просто здесь деревья, видимо, не подписаны сами по себе. Вот это вот… Вот это вот Ж – дерево. Вот это вот Ж. А вот это у нас С, да? Правильно? Ну, С справа. Вот там, да, да, да. Тогда здесь, ну, там поблизу, да. А это вот С. Ну, хорошо. Ну, коллеги, давайте мы на этом закончим, потому что, ну, конечно, воспринимать алгоритмы на слух трудно. Продолжение следует...